В отделении ГИБДД по Твери рассказали, как скорректируют движение пешеходов для их же безопасности на проспекте Победы в районе домов 62 и 56. Напомним, что накануне мы рассказали о дорожной ситуации на этом участке, которая вызывает большие опасения как у водителей, так и пешеходов. Как будут решать проблему безопасности, в какие сроки, выяснила наша съемочная группа. На проспекте Победы в сторону микрорайона Чайка у домов под номерами 62 и 56 расположено два нерегулируемых пешеходных перехода. На расстоянии друг от друга менее 200 метров. Переходить дорогу по ним крайне опасно, говорят горожане. В темное время суток людей просто-напросто не видно. Освещение плохое, к тому же грузовые автомобили, которые паркуются вплотную к пешеходным переходам, закрывают обзор и водитель не видит, когда человек вступает на зебру. Невидимость открывает. Когда человек идет, не видно. Водитель разгоняется, а мне кажется, он там еще не привык к пешеходному. Однажды нас тут шибли даже, он туда улетел. О ситуации знают в ГАИ. Уже есть конкретные предложения по решению этих проблем. Рассматриваем вопрос либо объединения и смещения к центру, да, и создания одного пешеходного перехода, либо, ну, минимум ликвидации, да, одного из этих двух пешеходных переходов. Также будет рассматриваться вопрос об оборудовании, возможно, оборудование светофорным объектом типа Т7 хотя бы, да, это моргающий желтый сигнал светофора, да, на пешеходных переходах. Сейчас на дворе зима, поэтому все необходимые работы придется отложить до наступления благоприятных для этого условий. Юрий Буданцев также отмечает, что важно будет не просто ликвидировать один из пешеходных переходов, но и принять все необходимые меры, чтобы люди по привычке не переходили проезжую часть уже в неположенном месте. Они образованы оба пешеходных перехода на, так скажем, местах притяжения граждан, проживающих в данных районах магазинам и тому подобным объектам, да, соответственно, прежде чем ликвидировать пешеходный переход, необходимо провести еще ряд, вместе с этим провести еще ряд мероприятий, да, которые не позволят в дальнейшем гражданам выходить уже в нарушение правил дорожного движения, да, на этих участках. Поэтому данная работа будет проводиться, да, и по наступлению соответствующих погодных условий будет у нас, ну, организован перенос пешеходного перехода, нанесение соответствующей разметки. Что касается грузовиков, которые нарушают правила дорожного движения на этом участке и паркуются ближе пяти метров к пешеходным переходам, то к ним будут предприняты санкции, которые прописаны в ПДД. Административный штраф и эвакуация транспортного средства. Работа в этом направлении на проспекте Победы будет усилена, чтобы обеспечить безопасность перехода граждан в проезжей части и минимизировать аварийность на дорогах с участием пешеходов, которая и без того сейчас очень высокая.